Нужно повторно штурмовать сильную зону сопротивления с 12 тысяч до 12 тысяч 500. Новый максимум цены будет установлен в течение следующих нескольких месяцев. В ближайшие недели или месяцы биткоин перейдет к следующей фазе. Рад приветствовать на канале Коинпост. Биткоин торгуется по 11 тысяч 400 долларов. Если посмотреть на заголовки на ютубе, нас ждет невероятно бычье продолжение этого роста. Что же, давайте тогда разберем последние прогнозы по цене первой криптовалюты. И посмотрим, насколько все хорошо и на какую высоту взлетит курс. Я очень надеюсь, что никому не нужно напоминать, что новости криптовалют и оперативная информация о цене биткоина каждый день публикуются в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. А теперь открывайте график. Мы начинаем. Стартуем с Криса ММКрипто. Он известен своими настроениями скорого полета на Луну. И давайте посмотрим, что он думает об этом росте. Последний в плане на момент выхода его видео памп биткоина произошел на очень большом объеме, что указывает на дальнейшее продолжение восходящего движения. Цена, вероятно, сходит на коррекцию, но затем оттолкнется от верхней границы треугольника и продолжит идти вверх. Дальнейший рост, если исходить из целей Криса, может поднять курс до 11760 баксов. Добраться туда мы должны исходя из того, что когда биточек пробивает сопротивление, он делает несколько шагов вверх. Сейчас их было три, а обычно бывает четыре или даже пять. Поэтому есть хороший шанс на еще один рывок вверх. Такие примеры были в истории биткоина, и они могут повториться. Также Крис отмечает, что после выхода биткоина на данный уровень начнется его основная борьба. Нам нужно повторно штурмовать сильную зону сопротивления с 12 тысяч до 12 тысяч 500. Только пройдя ее, можно будет утверждать, что мы не повторяем сценарий предыдущего года, и курс сможет пойти устанавливать новые рекорды уже сейчас. Хочу напомнить, что прогнозы располагаются по мере их публикации. То есть самый актуальный я расскажу в последнюю очередь. Так что не переключайтесь. Вторым гостем будет Тайлер С. И он также, как и Крис, начинает с объяснения того, как биткоин совершил фейковый пробой вниз, оттолкнулся от поддержки и вырос сразу до следующего сопротивления на цене в 11 тысяч 700. Если биткоин продолжит рост, то следующее сопротивление Тайлер также отмечает на 12 тысяч. При этом текущий треугольник, паттерн из которого мы сейчас вышли вверх, он показывает, что у быков может хватить силы для роста выше 12 тысяч. Возможно даже до 12 тысяч 300 долларов. Но есть шанс, что мы станем свидетелями очень мощного движения сразу до 13 тысяч. На другом графике Тайлер показывает, что курс находится на нижнем пределе канала и сейчас должен двигаться к его центру. На этом пути следующим сопротивлением как раз будут 13 тысяч. Кроме этого, мы видим, что биткоин нивелирует медвежий крест. И еще немного и линии сформируют золотой крест. Это повышает шансы на продолжение роста. И на тот сценарий, когда биткоин буквально пролетит отрезок между 12 и 13 тысячами долларов. И еще один плюс в пользу быков – это получение поддержки в течение 6 недель от 21-недельной скользящей средней. Сохранение этого тренда позволяет быть настроенным очень побычи и предполагать сценарий, по которому новый максимум цены будет установлен в течение следующих нескольких месяцев. Возможно даже до конца 2020 года. А если сфера ваших интересов не ограничивается биткоином, то можете обратить свое внимание на новую криптовалюту Криптон от проекта Утопия. Это децентрализованная P2P-система с максимальной анонимностью. Монета Криптон выполняет функцию платежного средства внутри экосистемы Утопия. И является полностью анонимной. Никто не сможет отследить вашу личность, сумму перевода или получателя. Платежи в Криптон происходят мгновенно, и их невозможно отменить, потому что вся система полностью децентрализована. Идея разработки Криптон заключается в объединении децентрализации биткоина и достижении блокчейнов нового поколения на алгоритме Proof of Stake для реализации мгновенных и анонимных транзакций. Как и у биткоина, создатель Криптон неизвестен, что дает этой криптовалюте стопроцентную децентрализацию. Токен появился на крипторынке только в сентябре. И уже находится в листинге двух бирж. Для тех, кто инвестирует в молодые криптопроекты, ссылку на Криптон оставлю в описании. А теперь возвращаюсь к биткоину. И следующий прогноз от Криптозомби. Поддержка, о которой говорили два наших предыдущих гостя, устояла. Опять. Я еще раз напомню, что прогнозы идут в хронологическом порядке. Трейдер отмечает, что поддержка на 11400 показывает себя очень сильной. И хотя не исключает разворота и падения в далекие глубины, вплоть до гэпа на 9700 баксов. Это крипторынок. На нем возможно совершенно все. Как объясняет Криптозомби, биткоин находится как раз на середине восходящего канала. А отсюда мы можем как продолжить рост в сторону его верхней границы, а это 12800 долларов, так и отправиться вниз. И пока будем торговать вплоть до 9800 долларов, это все равно будет восходящее движение. Более того, общая картинка также говорит, что биткоин находится над верхней границей треугольника и может получить от нее поддержку, после чего сделает новый рывок вверх. То есть, даже если сейчас цена не удержится выше 11000, то график все равно очень бычий. Есть хороший шанс на рост выше 12000 на следующем развороте. Такой бычий настрой трейдер сохраняет благодаря месячному графику. Уже три свечи закрываются выше линии поддержки и паттерн сжимается. Мы скоро подойдем к сопротивлению на 12000, после которого для биткоина открывается дорога в космос. Дальше фактически нет никаких сопротивлений и можно обновлять исторический максимум цены. Как считаете, стоит ли поддержать этот ролик лайком за такие позитивные прогнозы? И давайте посмотрим, что нам расскажет последний гость. Гвоздем программы сегодня будет Карл с канала Дэмон. Начинает он с того, что биткоин нарисовал медвежью дивергенцию и откатился к поддержке на 11400. Поддержка очень сильная и помогала цене и раньше, во время предыдущих выходов на эти уровни. Но шанс на снижение все-таки есть, и мы вполне можем увидеть биткоин по 10900 баксов. Интересный момент. Биткоин нарисовал нам бриллиантовый паттерн. И как отмечает Карл, многие в него не верят. Но все условия для его формирования выполнены. Вход в паттерн выполнен сильным восходящим движением. Затем цена двигалась до центра, где произошел еще один сильный памп. После чего курс закончил формирование второй половины паттерна. Такая картина имеет равноценные шансы на выход вверх или вниз. То есть 50 на 50 в пользу медведей или быков. Но Карл оценивает эти шансы несколько по-другому. Как 55% в пользу падения и только 45% в пользу продолжения роста. Но если его пессимизм не сработает и цена пойдет вверх, тогда цель для быков находится на 12200. Что совпадает с целью по уже пробитому вверх треугольнику, который указывал на 12400. Если же курс отправится вниз, в таком случае цель коррекции будет находиться в начальной точке роста. То есть около 10600. Трейдер отмечает, что бриллиантовый паттерн очень опасный. Если вы собрались открыть по нему позицию, то для медведей следует дождаться подтверждения выхода ниже зоны поддержки. А быки должны смотреть на формирование нового восходящего тренда. И будет очень хорошо, если он окажется подтвержден растущими объемами торгов. Но закончим мы на позитиве. Карл приводит анализ от известного в крипто-сообществе PlanB. Он показывает, что цена находится в красной зоне, как это было в начале 2017 года. Это значит, что в ближайшие недели или месяцы биткоин перейдет к следующей фазе. И начнется его стремительный рост. Как говорил в начале, как только полетим на Луну, сразу сообщу об этом в Телеграм. Ссылка в описании, и если еще не подписались на Ютуб, можно исправить это прямо сейчас. Оставляйте ваши комментарии, делитесь видео с друзьями. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Канал Коинпост. Подписывайся и просвещайся. Субтитры сделал DimaTorzok